Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Наталья Пономаренко. Перед началом очередной сессии Одесского гурсовета более 150 горожан митинговали под стенами мэрии. Одесситы пытались привлечь внимание депутатов к наиболее актуальным проблемам, с которыми в последнее время так или иначе сталкивается большинство горожан. Подробности в репортаже Алексея Новикова. Товарищи топчанчики, топчанчики! Так, молодой человек, вы не заходите за зону, это частная территория. Вы чуть на водоразме не наступили, не имеете права. Меня сейчас вот хозяин придет и всех погодит. Все остальные за забор, пожалуйста. Вот такими видят реалии одесских пляжей горожане. Плата за вход, ограничение территории отдыха для горожан, завышенные цены за сервис. Мы за то, чтобы каждый человек, вне зависимости от социального положения, имел свободный доступ к морю. Напомним, аналогичные акции одесситов, проходящие непосредственно на пляжах, начались буквально со старта курортного сезона. Мэрия, в свою очередь, уже неоднократно проводила рейды на арендованные пляжи, разъясняла арендаторам условия договоров и утвержденных сессий правил, в соответствии с которыми вход на пляж является свободным и бесплатным. Другая группа активистов митинга – предприниматели рынков города. Люди требуют разобраться с механизмом расчета арендной платы на рынках и защитить их интересы. Опечатывают наши контейнера, выгоняют, вывозят товар. Просто беспредел полный. Предпринимателям удалось пообщаться с некоторыми депутатами у стен мэрии, а также выступить перед всем депутатским корпусом в сессионном зале. Правда, только преодолев серьезный кордон охраны на входе в горы с полком. В сессионном зале предприниматели взяли инициативу в собственные руки. Они не стали ждать, когда их пригласят на трибуну. Работники разных рынков города сами вышли на середину зала, прервав обсуждение повестки дня 15-й сессии гурсовета. Возможно, на отчаянный шаг прервать заседание предпринимателей подтолкнул и неприятный инцидент, который произошел с их коллегой. Прямо в сессионном зале женщине стало плохо, ее увезла скорая. Сотрудники рынка тем временем набрались смелости и вышли на середину сессионного зала. Под аплодисменты своих коллег представитель инициативной группы Раиса Боева поднялась на трибуну. На сессии предприниматели выступали не каждый сам за себя, свое рабочее место и свой товар. Они объединились, создав штаб предпринимателей. Люди говорят, ситуация одинаково плачевная практически на всех рынках Одессы. Пожалуйста, защитите этих людей, они платят налоги. У них сегодня семьи остаются голодные, они работают без договоров аренды, они работают без установленных тарифов, у них нет ни арестной платы, ни услуг. Они платят в долларах наличными в карман мошенникам. Они не хотят платить взятки, они не хотят платить доллары, они работают за гривну. Поэтому у них сегодня вот такой символический лозу, денег не дам. Главное требование предпринимателей – передать рынки в коммунальную собственность. Своё обращение они вручили городскому голове. Алексей Костусев дал возможность высказаться всем желающим и подчеркнул, ситуация на рынках досталась городу в наследство от прошлой власти. Я получил от него в наследство. Привоз отдали в частные руки при Гурвице. Чтобы изучить ситуацию и решить проблемы на рынках Одессы, прямо во время заседания чиновники, депутаты и представители штаба рынков города подготовили проект решения сессии о создании постоянно действующей комиссии. Разобраться в проблемах, о которых с трибуны и в заявлении говорили предприниматели, комиссия обязалась в течение 10 дней. Уже после решения, принятого на сессии по рынкам, предприниматели рынка Куяльник попытались выгнать администрацию и захватить админздание рынка, где они работают. Не допустить эскалацию конфликта попытались вызванные сотрудники правоохранительных органов. Тем не менее, ситуация на рынке Куяльник по-прежнему остается напряженной. Во вторник же, после заседания сессии, ситуацию на рынках города прокомментировал и прокурор Одессы Геннадий Фуртат. Глава надзорного ведомства города на брифинге, прошедшем вечером во вторник, 24 июля, еще раз подчеркнул, что проблемы, имеющиеся на одесских рынках, не сегодняшнего дня. Питание около рынка Одессы, оно существует не первый год уже. В целом есть ряд причин, потому что есть певное количество людей, которые пытаются с этого привода сделать себе бизнес, то есть, керувати этими рынками, отримать за это кости предпринимателей. Прокуратура с этих вопросов не стоит в его стороне. С этого привода было порушено ряд криминальных справ, значит, про что незаконные действия, как и предпринимателей, которые совершили определенные действия, так и относительно керевницам рынков. Что же касается нынешней акции протеста, проведенной предпринимателями перед сессией Горсовета и описываемой ими ситуации, которая сложилась на рынке привоз, Геннадий Фуртат заявил, что предприниматели не обращались с соответствующим заявлением в надзорное ведомство. Прокурор говорит, что об опечатанных контейнерах и факте пропажи вещей узнал вместе с депутатским корпусом, присутствуя на заседании Горсовета. Вместе с тем прокуратура проводит собственную проверку на рынках города. Прокуратура паралельно проводит свою проверку, зокрема, будет надано уже доручение працівникам милиції розібратися с фактами пропажи вещей предпринимателей, с фактами незаконных действий относительно предпринимателей. Переверка началась и прокуратурой, что до действий керевництва рынка относительно этих предпринимателей. По результатам проверки, а также по результатам работы комиссии, будет надана юридичная оцінка. После рыночного решения с голоса депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки дня. В частности, утвердили отчет о выполнении ряда социальных программ и городского бюджета в первом квартале. Обсудили несколько вопросов по организации парковок. Наиболее резонансными стали проекты решения, связанные с аэропортом и строительством многоэтажного здания в Каретном переулке. Неоднократные вопросы, связанные с ограничением этажности зданий, которые строятся в историческом ареале Одессы, на сессиях городского совета поднимал депутат Анатолий Балинов. Ему и его единомышленникам удалось добиться того, чтобы этажность зданий в исторической части города указывалась непосредственно в проектах сессионных решений. Почему этот вопрос представлялся нам важным и представляется до сих пор? Потому что мы все, и одесситы все, не раз были свидетелями того, как начиная с малой этажности здание росло словно гриб до 20-24 этажей, в том числе и в центре города, в том числе и в историческом ареале центр города, и в том числе и в историческом ареале французский бульвар. В то же время на нынешней сессии в розданных депутатам документах не была указана этажность дома в переулке Каретный, то есть в центре города. Записано просто многоэтажный жилой дом и более ничего. И сегодня нам предлагается это фактически опять же зафиксировать решением сессии. То есть опять-таки говорить просто о многоэтажном здании, не зафиксировав ни в коем случае этажность. Поэтому я предлагаю зафиксировать этажность на уровне четырех этажей, как это и было предписано предыдущими решениями нашего же совета. Депутата поддержал городской голова. Я думаю, что вопросы поднял депутат Балинов очень правильно, и у меня тоже возникает вопрос. А почему это мы перестали указывать этажность? Что это такое? Если это было, добились этого, почему мы отходим от этой практики? Кто мне может ответить? Я считаю, это неправильно, а депутат прав. Впрочем, замечание вызвало возражение со стороны председателя земельной комиссии Дмитрия Кота. Он настаивал на том, что нужно думать об инвесторе, ведь если он, к примеру, изменит свои планы по застройке, вопрос придется рассматривать вновь, а значит вносить изменения во множество документов. Обращаю внимание сессии на то, что только сейчас мы сможем фактически повлиять на фиксацию этажности, потому что потом депутаты будут лишены такой возможности. Это во-первых. Во-вторых, здесь любят ссылаться в этом зале на различные столичные органы, на Министерство культуры, якобы выдававшее некие предписания из Киева повысить этажность и так далее. Так вот, я тоже сошлюсь на Киевский орган, на научно-исследовательский институт исследования охраны памятников, который четко зафиксировал понятие исторического ареала, центр города, в котором четко зафиксировал, рекомендовал, вернее, четко высоту здания. Я полностью поддерживаю позицию Баринова. Дело в том, что коллега Кот, наверное, не в курсе, что происходит на самом деле. Говоря, это вопрос земельного управления, это вопрос архитектуры. Да зайдите, пожалуйста, в Воронцовский переулок, и вы увидите, что делается с этажностью. В итоге решение было принято с поправкой – ограничить этажность здания на уровне четырех этажей, что и зафиксировано теперь в решении сессии городского совета. Не менее резонансным был следующий вопрос. Речь шла о передаче в аренду Обществу с ограниченной ответственностью Международный аэропорт Одесса 49 гектаров земли на территории аэропорта для строительства, эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений аэропорта Центральный. Проект решения вызвал бурную дискуссию. Главные претензии депутатов – неожиданное увеличение площади земли, передаваемой фактически в частные руки, в том числе и при вокзальной площади, что, предположили депутаты, может привести к платному въезду на территорию аэропорта. После длительного обсуждения решение не приняли. Однако уже вскоре по инициативе партии регионов вопрос был вновь выставлен на голосование. Пожалуй, впервые за все сессионные заседания часть депутатов фракции Родины депутатской группы будущей Одессы попытались захлопать выступающего. Дело в том, что ко мне обратились депутаты нашей фракции, которые не проголосовали случайно за этот вопрос, скажем так. Не нажали вовремя кнопку. Это первое. Второй вопрос. Я бы хотел сегодня депутатам, нашим коллегам напомнить. Тем не менее, депутатское большинство, состоящее в основном из депутатов партии регионов, проголосовало за вопрос по аэропорту. В завершении сессии депутаты рассмотрели вопрос о составе постоянных комиссий городского совета. У вопроса есть история. На предыдущей сессии представители депутатской группы будущей Одессы по формальному признаку и по настоянию представителей партии регионов были выведены из состава комиссий, в которых они работали. Теперь нынешняя сессия рассмотрела вопрос по закреплению депутатов из будущего Одессы в комиссиях. И, казалось бы, процедурный вопрос также оказался скандальным. Некоторые депутаты, по решению большинства, состоящего в основном из фракции партии регионов, в состав комиссий, в которых они работали, не попали. В связи с этим депутатская группа будущей Одессы выступила с заявлением. Неудобного сегодня представителя нашей депутатской группы исключают из земельной комиссии, дабы он не поднимал вопросы, такие как подобные аэропорту, и любые другие вопросы, которые сегодня вредят территориальной громады. Лишние доказательства того, что правды сегодня не хотят слышать в комиссиях Одесского городского совета. Наша группа, группа будущей Одессы, отзывает все свои заявления и оставляет за собой право подавать в суд и обращаться в прокуратуру о незаконности подобных решений. Спасибо. Против определения большинством, в какой комиссии тому или иному депутату можно работать, а в какой нет, выступили и другие, присутствующие на заседании. То, что мы увидели сейчас, это введение крепостного права, то есть запрет на переход депутата из одной депутатской комиссии в другую. Это просто средневековье, которое у нас под стенами нашего зала здесь начинает процветать. Далее секретарь городского совета попытался поставить на голосование вопрос персонально по председателю депутатской комиссии по социальной политике и труду Анатолию Балинову, на что депутат, взяв слово, еще раз пояснил позицию группы будущей Одессы и свою позицию о происходящем в зале. В рамках того, что произошло и в рамках решения группы, я, естественно, отзываю свое заявление. Здесь говорили об исторических аналогиях, юридических аналогиях, у меня некое доживю происходит, я это переживаю второй раз. И первый раз я это переживал в первую свою каденцию при Эдуарде Ивощей Гурвице. Тогда тоже большинство фактически ломало через колено депутатов с комиссиями. Точно так же мой коллега Дмитрий Танцюра не мог работать в той комиссии, в которой он хотел работать. Разгоняли целиком земельную комиссию без объяснения причин. Я еще раз повторюсь, от всей этой истории с комиссиями очень дурно пахнет. И мне особенно тревожно, потому что я боролся, и вы боролись, Алексей Алексеевич, с этим, что эти времена просто возвращаются в этот сессионный зал. Я думаю, что всему депутатскому корпусу и большинству так называемому, стоило бы задуматься о том, что происходит. На этой, можно сказать, скандальной ноте сессия завершила свою работу. Следующее сессионное заседание предварительно намечено на 12 сентября. А уже 26 июля состоится очередное заседание исполнительного комитета. Уже после сессии позицию фракции партии регионов по целому ряду важных социальных вопросов пояснил руководитель фракции Геннадий Труханов. В первую очередь Геннадий Труханов подчеркнул, по его мнению, принятое решение по аэропорту принесет городу только дивиденды. Особенно тот его пункт, который увеличил площадь территории, передаваемой в аренду. Депутат поясняет, чем большая часть земли в аренде, тем больше средств получит город. Сегодня в работе находятся все ангары, помещения, которые находятся на территории аэропорта. Вот они не были отданы, вот эта земля под ними, она не находилась в аренде. Сегодня отдав в аренду или сегодня отдав эту землю, мы будем получать с нее арендную плату. Достаточно приличную плату. То есть фактически бы мы сегодня не сделав это. Земля под этими строениями находилась бы не у нас, а в новостановом предприятии, но город бы с нее не получал ни арендной платы. Сегодня мы это сделали, и в ближайшее время будет договор резервирования, в ближайшее время будет заключен договор аренды. То, как должна быть процедура, за которой мы будем наблюдать. Мы сегодня ушли по правке о том, что если в месячный трок, или в ближайшее время, в месячный трок, по-моему, проголосовали, не будет нам предоставлено проекта, мы оставляем за собой право переголосовать и принять другое решение. То есть мы, как и обещали, мы контролируем каждый шаг сегодня той организации, той компании, которая сегодня ведет реконструкцию одесского аэропорта. И поверьте мне, ни шага мы не сделаем, противозаконного шага, и будем следить, чтобы ни в коем случае наш аэропорт от нас не ушел. Чтобы одесситы сами могли оценить плюсы, минусы, а главное законность решений властей и защитить свои права в разных сферах, Геннадий Труханов инициировал вопрос о создании учреждения по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи в городе Одессе. Каждый человек имеет право быть информированным и юридически подкованным. А то, что я столкнулся как депутат-мажоритарчик за время своей работы, то действительно смотришь, насколько у нас люди не информированы и юридически не получают той информации, которая им необходима. Даже начальные. Они знают своих прав элементарных. То мы обязаны это сделать. И мы это сделали сегодня. На сессии Гурсовета Геннадий Труханов инициировал проект решения о мерах по восстановлению сети детских садов коммунальной формы собственности. Так, как говорит депутат, развернуть масштабное строительство новых детсадов в Одессе в ближайшее время не представляется возможным, предлагается вернуть и отремонтировать помещения бывших садиков. Во многих из них сегодня расположены другие учреждения, но компромисс, уверен Геннадий Труханов, можно найти. Большие, многотысячные очереди сегодня детей в детские сады, они сегодня существуют. Об этом скажет каждый. В ближайшее время перспектива строительства детских садов в таком понимании, как они должны быть, просторные, большие, с площадками для отдыха детей, для прогулок на свежем воздухе, пока у нас, к сожалению, не планируется. Но у нас есть переданные детские сады по другие цели. В отдельных садиках сегодня находятся социальные службы, это на поселке в Суворовском районе. У нас есть садики, в которых находятся налоговые службы и другие организации. Я сегодня хочу добиться понимания от всех, от тех или иных ведомств, то ли налоговые, то ли это другие органы, которые сегодня находятся в этих помещениях. Мы, город, проведем сегодня комиссию, которая создана, проведем анализ имеющегося у нас в помещении коммунальной собственности, предоставим этим организациям помещения, которые им нужны, а просим их, чтобы они пошли нам навстречу. В Суворовском районе, к примеру, уже достигнута договоренность с территориальным центром, который, переехав в другое помещение, освободит детский садик на 250 мест. Но не только детскими садиками пополнится Суворовский район. Вскоре, благодаря усилиям Геннадия Труханова, там появится новый памятник – великому полководцу Александру Суворову. Одесситам, наконец, разрешили купаться в Черном море. По словам эпидемиологов, после почти двухнедельного перерыва показатели морской воды на городских пляжах вновь приблизились к норме, как по химическим, так и по бактериологическим показателям. Напомним, после сильного ливня, обрушившегося на Одессу 11 июля, СЭС временно запретила морской водоиспользование на всех пляжах города до получения результатов исследований морской воды на соответствии с нормативным требованиям. Как сообщили в областной санэпидемстанции, процесс самоочистки морской воды завершен. Теперь на Одесском побережье можно безопасно принимать водные процедуры. Остается закрытым только пляж Черноморка в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. На территории Одесской области значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Только в июне в результате дорожных происшествий погибло 19 человек. 270 получили повреждения различной степени тяжести. Ежедневно фиксируется от 5 до 10 ДТП. Не обошлось без происшествий. И во вторник около 3 часов дня на улице Мельницкой столкнулись два автомобиля. Подробности далее. Попытка конкуренции между представителями бывшего отечественного автопрома и немецкого привела к очередному ДТП. На улице Мельницкой в районе завода Шуства в около 3 часов дня произошло столкновение Мерседеса и Жигулей. По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда Жигули поворачивала на Мельницкую. Жертвы пострадавших нет, а у двух автомобилей помяты БК. Кто прав, а кто виноват, установят сотрудники ГАИ. Среди всех участников дорожного движения самым подвижным и непредсказуемым участником являются дети. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными, проявлять осторожность во время управления автомобилем и не забывать о том, что во время летних каникул на улице города находится много детей. В Госавтоинспекции также напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима. В Одессе стартует новый социальный проект. Благотворительный фонд Сергея Кивалова предлагает горожанам увидеть Одессу другими глазами, причем бесплатно. В Одессе стартует новый социальный проект. Благотворительный фонд Сергея Кивалова предлагает горожанам увидеть Одессу другими глазами, причем бесплатно. Пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и дети из многодетных семей, имеющие проблемы со зрением, в рамках презентованного проекта смогут бесплатно получать очки. Отобрано шесть видов очков отечественного производства. Проблемы со зрением занимают, к сожалению, далеко не последнее место в списке медицинских проблем Украины. Многие люди просто понимают, что здоровье это важнее всего и находят средства в первую очередь обеспечить себе качество и продолжительность жизни. Но есть люди, которые не в состоянии даже минимум себе обеспечить. Это просто нормальное функционирование каждый день. И в значительной мере, если человек не видит, то, конечно, качество жизни уже, вы понимаете, хуже всего. Последние несколько лет организацию ветеранов Приморского района буквально завалили письмами с просьбами помочь с приобретением очков, говорит ее председатель Олег Бажора. Но самостоятельно решить эту проблему ветеранская организация не в силах. За помощью обратились к народному депутату. В ответ благотворительный фонд Сергея Кивалова разработал социальный проект «Увидеть Одессу другими глазами». Причем список адресатов получения помощи в программе существенно расширен. «Ответ на нашу просьбу был незамедлительным. Да, мы знаем эту проблему, и эту проблему можно решить. Зачем решить в ближайшее время». Видят окружающий мир плохо или же не видят вовсе и многие воспитанники многодетных семей Одессы. Их организация уже давно сотрудничает с Сергеем Киваловым. И даже наградили его за участие в одном из недавних мероприятий дипломом. «Спасибо вам огромное!» «Если какие-то, например, рецептурные, лекарственные вопросы более-менее хотя бы как-то решаемы, то, естественно, вопрос со зрением, вопрос с очками – это достаточно такой сложный вопрос для многодетной семьи». Увидеть Одессу другими глазами все нуждающиеся смогут уже в самое ближайшее время. Для этого следует обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти обследование. Это могут сделать и в помещении благотворительного фонда, где тоже будет работать окулист. «Эта акция начинается с Приморского района. Дай Бог, чтобы мы охватили всех нуждающихся. Сегодня это действительно вопрос номер один. Мы будем совместно с Медицинским университетом и общественными организациями оказывать помощь. Ведь это в наших силах». Помочь реализовать задуманное пообещала и одесская молодежь. Говорят, будут распространять информацию об акции среди всех горожан. «Мы, как со стороны молодежи, решили поддержать эту инициативу, собирать информацию от этих людей, доносить ее через социальные сети, через средства массовой информации, конечно. И я думаю, что это будет хороший такой благотворительный марафон, такая хорошая социальная акция. И я очень благодарен Сергею Васильевичу Кивалову, что он возглав эту акцию и его фонд. Спасибо большое». Акция «Бессрочно» обещает ее главный организатор Сергей Кивалов. И каждого, кто обратится в его благотворительный фонд, ждет индивидуальный подход. «Город нужно любить. Жителей нашего города надо любить. В целом нужно делать все для того, чтобы хоть как-то скрасить, как-то помочь людям, которые нуждаются в этой акции. Я думаю, что мы в состоянии это все сделать, потому что у нас есть возможность, а самое главное – желание есть». Также народный избранник уверен, что с помощью общественных организаций, пожелавших участвовать в этом социальном проекте, удастся главное – сделать жизнь каждого одессита ярче. Большинство украинцев позитивно оценивают организацию и проведение Евро-2012, а также считают, что чемпионат поднял престиж страны. Таковы данные независимого социологического исследования, опубликованные в понедельник 23 июля в Киеве. Дата выбрана не случайно – за несколько дней до начала 30-х Олимпийских игр в Лондоне, куда украинцы торжественно проводили свою сборную. Патриотизм превыше политических разногласий. Таков главный результат исследования. Евро-2012 показал несостоятельность попыток бойкота и политизации чемпионата. И по уровню положительных оценок первенства сегодня лидируют западные регионы страны. Я в этом вижу очень большой смысл, что люди смогли эмоционально настроиться на то, что это очень знаковое для страны мероприятие. Причем не все же болельщики прекрасно это понимаете. И причем какое-то вот такое единодушие, наверное, свидетельствует о том, что я не единожды в этом говорил. Наверное, есть запрос на это, но на наши победы внутренние. Таким образом, древняя истина о спорт «Ты мир» накануне 30-х летних игр в Лондоне неожиданно обрела жизнь и силу в Украине. Те, кто напутствовал нашу сборную, убеждены – успех олимпийцев не только в количестве медалей. Сегодня, может быть, вам не нужно говорить, сколько государство делает для украинского спорта. Для того, чтобы нация украинская была здоровой. Сколько сегодня строится новых спортивных объектов. У нас сегодня появилось еще больше новых олимпийских баз. Запровождены стипендии президента, запровождены стипендии уряда. Для дзюдоиста Романа Гантюка – это третья олимпиада. У него в копилке серебро в Афинах и бронза в Пекине. А нынче почетная миссия – знаменосца сборной. На Майдане к Роману выстроилась очередь украинцев, и особенно украинок, желающих запечатлеть себя рядом с тем, кто будет нести флаг страны. Каждый спортсмен туда едет бороться за наивысшую нагороду и едет туда выглядеть на все 100%. Я думаю, что, когда мы будем налаштовываться только так, с помощью Господа Бога, мы должны повернуться туда с великим мешком медалей. В день проводов спортсменов Майдан утратил свой разъединяющий символизм. Даже лондонская погода не смогла помешать патриотам Олимпийской сборной Украины собраться вместе, чтобы пожелать ей успеха. Я, ребята, вам хочу пожелать, чтобы вы добились того результата, на который вы готовы. Чтобы на этом старте вы себя чувствовали уверенно, знаете, что за вами страна, за вами все. Самые дорогие теплые напутствия от сограждан, организаторов и руководства страны получили не только украинские олимпийцы. Слова благодарности звучали и в адрес дизайнеров. Экипировка а-ля Англии 70-х в украинской колористике выглядит стильно. Кстати, форму шили в Украине. Это и не мелочь, и приятно, и без сомнения, патриотично. Уже почти 3 миллиона вкладчиков Сбербанка СССР осуществили актуализацию в учреждениях Ощадбанка Украины. Всего, начиная с апреля текущего года, по горячей телефонной линии обработано 4 миллиона 800 тысяч звонков. Среди различных каналов получения информации о дате и времени проведения актуализации, телефонная горячая линия пользуется наибольшей популярностью, говорят финансовые аналитики. Большость громадян звертается на горячую линию поддержки вкладчиков колишнего СССР, таких 77%. Близко 19% рееструется на сайте Ощадбанка. А еще близко 4% отримают информацию про место и дату актуализации, надиславши СМС-поведование на номер 7052. Общая сумма выплаченных средств на сегодня составляет 1 миллиард 620 миллионов гривен. И это вся информация к этому часу. Я с вами прощаюсь. Впереди вас также ожидает прогноз погоды. Спасибо за внимание. До встречи.